Друзья, приветствую всех, с вами сэр Холмс, Тамрель Ребилд. Находимся мы в Тель Мутаде. Я, кстати, подумал, что, наверное, благозвучнее было бы называть её Тель Мусада, правда? Давайте, наверное, так буду её обзывать. Тилванское поселение, где-то уже в более северных регионах континента. И такие соответствующие Тилванские тут у нас сооружения. Вот, я тут просто гуляю у них, изучаю, собственно, это поселение и башенку. А, это, кстати, дядя Ливари Телсаран, которая тут главная. Билос, да? Она тут главная, потому что она лучший маг, чем я, говорит. Действительно забавная. Учитывая, какой она плаксой была в детстве. Понятно. Тут ничего нового. Кстати, они тут говорили про... Да, вот пауки Деядра, да? В долинах Мефолан. Долина Мефолана, они где находятся? На юге. Да, это одна из моих целей, найти этих паучьих. Интересные такие, кстати, арки у них. Ну, неудобно, конечно, в таких домах передвигаться вообще базово даже. Передвигаться тут неудобно у них. Но все равно это классно, очень уникально, да, с точки зрения архитектуры. Моровинда Тилванская. Вот она самая такая... Самая необычная. Книга Третьей эры 426 года. Интересное название, надо будет тоже почитать как-нибудь. Так, куда дальше двинуться? А, это, кстати, чей-то дом даже тут. Но-то башня больше вглубь, чем в Испула, она даже уходит. Я не знаю, если я могу тебе помочь, но, э, я попробую. Босс мир тут. А я Эремир. Самый счастливый парень в городе. Я обязан моей свободой, Ливари Тилсаран. И я буду петь о ней каждый день. А что она такого классного сделала? Она наш маг. И мы все довольно счастливы по отношению к ней. Довольны ею все, да? Она потому что всегда... Потому что она всегда говорит, как она относится ко всему. Как она ощущает мир вокруг, что ли? Если тебе это не нравится, иди в Хильним или порти Луанис. Ну, видимо, имеет в виду, что она... Все говорит, как есть, не лукавя, да? Так. Я думаю, что у них еще тут можно интересного выведать по поводу этого поселения. Бэквест мне уже один дали. Найти дилера с кумой очередного. Может, кстати, ты что скажешь еще, нет? Мне тоже говорит, иди в таверну. Так. Наш маг, она же правительница. Где-то в башне она, да? Это я уже все слышал. Ничего нового. Услуги. Тоже ничего нового. Местная зона. Нет, ничего. Местность. Туда так-то тоже можно спрыгнуть. А, это просто выход на улицу, да? Я бы даже сказал, что это... Какой-то... Типа балкон, а что-то. Да, и потому что отсюда никуда не пройти, по сути. Ну, я имею в виду нормальными способами не пройти никуда. Окей, ладно. Вот самое интересное, конечно, это вот эти вот кристаллы. Ай! Бесплотные грибы, черт возьми! Примерно не так. Приготовлена орнада. Она как контейнер при этом еще. Забавно. Сундуки какие-то. Я не знаю, если я могу тебе помочь, но я попробую. Лбвен. Лесная эльфийка, кстати, красивыми их тоже сделали. Что ты сделаешь, ты меня отпустишь? А, ты еще и рабыня. Госпожа мне никогда особо не угрожает. Но я всегда надеюсь, что я приду к тому же, к чему и Эремир. Он недавно был освобожден. Неудача империи, называется книга. Это тоже интересно. Это тоже какая-то. Там рейдрибилдская книга. Не припомни, что в оригинальном уровне что-то такое было. Неудача империи. Так, грибы выращивают. Я буду слушать, Лендер. Но я буду... Черт, ладно. Пойду в другое направление тогда, раз ты такой стражник. Мерзкий. О, алхимик. Я наслышан и тебе. Мне надо идти, говорит. Не трогай, просто ингредиенты. Некоторые у них... Из них ядовитые. Единственный настоящий алхимик. Этот линейн, это... Ну, просто... Ну, торговец с напитками. Ну, понятно. Ну, я видел у него не очень там, на самом деле, ассортимент. А, еще про экономику местную спросить можно. Ну, она основана в основном на торговле. Вот почему тут так много торговцев. Не так уж много тут... Этого. Блин. Агрокультура. Агрокультуры. Фермерство. Забыл, слово из головы вылетел. Ну, вы поняли, в общем, да? Не так уж этого всего дела много. Хотя город считается маленькой фермерской деревней. Ладно. Вот у него, кстати, довольно много. О, зелья восстановления магии. То, что мне нужно как раз. Возьмем таких. И возьмем парочку таких. Вот. Ей, кстати, можно продать. Я подумал, что, наверное, буду таскать риторту с собой даже. Вот одну ступку и тестик я ей продам. Так уж и быть. Можно было еще чего-нибудь наменять. Ну, ладно. Ладно. И тут еще был проход. Черт. Я не знаю, если я могу тебе помочь, но я попробую. Я буду слушать, Альбандер, но сделай быстренько. Я буду слушать, Альбандер, но сделай быстренько. Не представляю сразу традиции Тилу Вани и имперский закон. У меня такой никого, кроме как из самообороны и законных дуэлях. О, тут есть даже такие. Не воруй. Воров убивают. Рабы — это собственность. Набальцианисты — это враги. Воры, то есть. Просто здравый смысл. Хранитель ворот. Но я всегда забываю мои ключи. И еще одно. Я смотрю за тобой. Ничтожество. Шуточки, шуточки. Неплохо. Это, наверное, выход из города, да, получается? Наверное, я тут вот был. Просто с другого места зашел. В этот город. В башню, то есть. Да, вот здесь вот я кучу торговцев обнаружил. А, можно по метке делать свои, да? Я даже и забыл про такую возможность. Ладно, мне надо вернуться. Ну, прикольнее сделали. Туннельчик тут. Как будто такой ствол дерева длинный идет. Размазанный по этому туннелю. Так. Тут живет, собственно, хранитель врат. И здесь он живет даже. Я буду слушать, мэрик. Как ты неудачно встал-то, а? Кстати, мне не хочется использовать левитацию, потому что это надо опять лезть. А, у меня вроде на горячей клаве. Ну, ладно, я уже убежал отсюда. Лезть опять в меню магии. Там, выбирать это все долго и мучительно. Искать нужное заклинание. А я проще вот. А, вот там я был, да? Немного дизоринги. Где я нахожусь? Вот здесь. Да, вот я был там. То есть я вышел немного, да, с другой стороны. Так. Да, вот это уже знакомые места. Поднимаемся наверх, оказываемся в башне вот здесь. Да, я, собственно, хотел наверх проникнуть. Вот сюда. Привет. На рабов, похоже. Ну, если мне ключ попадется на глаза, ребята. Радир. Почти как Шамир, да? Ну, это похоже как раз на комнаты рабов. Да. Какая тут у них общая комната. Ладно, хоть обойти вас возможно вообще реально. Да, даже вспомнил. На какой горячей клавиши у меня колечко. Верхний холл. Книги тут у них. Ну, вообще, уютная, да? Тут у них местечко, комната такая для чтения, для отдыха, видимо. Тут они располагаются удобно на всяких этих пуфиках, матрасах. Попивают напитки какие-нибудь там освежающие. И читают там, беседуют. И так-то меня зовут Голс Феритан. А здесь я из-за... Потому что я талантливый колдун. Ну, на самом деле нет. Настоящая причина это то, что... Мне действительно нравится ли варить Телсаран. Ее лицо, ее блант. Блант, блант. Короче, она идеальна для меня. Ну, пожалуйста, не говори ей. Блант. Это, наверное, румяность, что ли? Хотя, блин, темные эльфы, они разве бывают румяными? Вы можете... Как-то неправильно перевел, конечно. Она наш маг. Мы все ей довольны. Это я уже слышал. Ну, тут, кстати, довольно бесполезно, наверное, расспрашивать что-то. Вот. Типа слухи там, советы. Они все тут одно и то же. Господи, интересно, какая... Проем это для чего-то. Для крыс, может быть? Домик для крыс? Да вы даже друг другу мешаете пройти, ребят. Вот. Вот. Возможно, этой колдуньей как раз будет для меня какое-то поручение. Посмотрим. Я буду слушать, Мандер. Что делать? Великий камень душ. Тилванский жучиный мускус. Я бы не прочь, что-то у вас немного реквизировать этого всего, но... Как-то вы... Ничего привлекательного в тебе нашел тот парень. Ладно. У меня, говорит, нет времени на болтовню, так что выкладывай быстрее. А ты должен знать, кто я. Потому что все в городе, мне говорят, на камере должны говорить. Слухи. Слухи? Какие слухи от меня? Должен знать. Это небезопасно для здоровья, спрашивать слухи у лидера Тилвани. Ну, если ты будешь полагаться на ложную информацию, ты рано или поздно погибнешь. Понятно. Тельмусада моя. Видел, какая она? Прекрасная. Моя семья над этим очень долго работала. Понятно. Дом Тилвани. Не знаю даже. Одна из самых великих патронов в доме Тилвани. И скоро я буду следующим советником. Ладно, ладно. Но ЧСВ у нее, конечно, высокий. Хотела бы я больше толку получать с полей. Хилнима, говорит. Не так уж много фермеров вокруг, гуаров куда больше. Наверное, глупо у нее про Дильды расспрашивать. Ладно. Похоже, от нее не получишь ничего интересного, никакой информации. Так, я все еще не понял, как мне... А теперь, кажется... Нет, все еще не понимаю. Как мне попасть... В таверну? Нет, действительно, не понимаю. Здесь какие-то приватные зоны. Может, вот эта таверна? Хотя, не похоже. А, это еще такая ограда тут. Неудобная ограда. Наверное, вот таверна. Это больше похоже на таверну. Да, это она. Вон там опять, смотрите, аж трое мешают друг другу пройти. Это вроде импер... Черт! Засмотрелся такой, неуклюжий органианин. Имперцы там друг другу уже мешают. Застряли. Так, я тоже застрял что-то. О, это бар, что ли, тут? Такое. Музыкальный бар, да? Это место для выступлений. А, да. Симунд Певец. Ладно, давай сначала, наверное. С барменом. Да-да-да. Добро пожаловать в заметку в своем глазу. Я пока не придумал, как это можно перевести более благозвучно. Приятно видеть кого-то нового в городе. В последнее время плохо у меня все с посетителями. Ну, кроме того, что тут есть Симунд и его грустные песни. Это все, что он когда-либо вообще пел. Это все время одни и те же грустные песни. Про его имперскую женщину, которую он любил. И которую он никогда не сможет увидеть, потому что она из высшего общества и все такое. Я с уверенностью могу сказать, что людям это не нравится. Сюда едва ли кто-то приходит вообще теперь из-за него. Скажем, если ты сможешь разделаться с Симундом... Я смог бы вернуть своих клиентов. Я дам тебе, скажем, 250 золотых, если ты поможешь мне. Договорились? Давай попробуем. Хорошо, хорошо. Просто дай ему то, что он хочет, чтобы он прекратил это пение. Ты можешь даже найти имперскую женщину, которую он постоянно поет. Или, конечно, ты всегда можешь найти нового барда для меня. Ну, то, что удобнее будет тебе самому, я полагаю. Я просто хочу, чтобы этих песен тут больше не было. Окей. Посмотрим, что можно сделать. Слушаю прекрасную музыку каждый день. Какая хорошая работа, говорит у меня. Ну, за исключением текущей, да, ситуации. Так, слухи. Так, для виду порасспрашиваем его об этом. И про дилера мне нужна инфа. Я думаю, что Гаделла Саддрала так-то тебе нужна. Ты найдешь ее здесь, внизу. Но поосторожней с ней. Спасибо. Да, кстати, можно прикупить чего-нибудь. А есть на повышение привлекательности что-нибудь? Сила воли, сила... О, есть винишко. Лун близнецов. Мясо гонщик, мясо как гути. Что бы я хотел? На ужин, на поздний. Ну, наверное, пару яиц квама и... Буханку коловянского, да? Давай, чуть торгуемся. Так, виниша, сколько действует? 60 секунд. Это дилерскую мы. Вероятно. Я не знаю, что ты хочешь. У меня здесь официантка. Тебе не кажется, что Симон Страшилище? Кринжовый парень, да? Да, по-любому. Давай тоже с ней как бы. Издалека зайду там, поспрашиваю о том, о сём. Про местность, про экономику. Обычнер, говорит. Новый Барт. Я слышала, что Таниэль, сестра Ридара, может играть на лютне. Может, тебе стоит спросить её? Ты найдёшь её у кузнеца. Спасибо, кстати, за инфу. Про вампиров можно спросить. Слишком много инфы не хочу. А, ты меня ищешь? Я могу тебе продать некоторую скуму за 500 дрейков. Что скажешь? Не, я хочу не скуму, Гаделла. Хочешь меня во что-то втянуть? А, хочешь меня выдать? Что ты хочешь за своё молчание, в общем? Слушай, а я не помню. Надо разобраться, было с дилером или с поставщиком. Ну, давай попробуем имя с поставщика. Это Видам Деррис, он живёт в самой верхней хижине, ну, под. В споре. Ну да, я был у него. Это тот, кто тебе нужен. Теперь оставь меня. Хорошо. А, я вспомнил. Это сестра кузнеца, это Ридгардка, которая рядом с ним стоит. Так. Кстати, не говорится. Кого надо мочить? Может, надо всех мочить? Поставщика и Продавца скума? Какова твоя история? Симон, певец, поёт, поёт О великолепном Холмсе. Холмс это лучший маг, воин или вор. Ну, в зависимости от того, сколько ты денег имеешь. А, нет, он говорит, что... Ну, любая монетка будет мне на пользу. Однажды был, жил-был юный бард, который путешествовал, прошёл много-много ярдов. А, ну это он ещё тут в рифму поёт. Он поёт ещё немного. По большей части про себя. Про двеймеров можно спросить. Слухи. Симонт это прекрасный источник слухов. Он только надеется, что они так же хороши, как его юмор. Что-то такое. Хм, ну... Я думаю... Его я даже не буду пытаться переубедить, потому что он выглядит слишком самоуверенным. Про двеймеров, кстати. Знаменитая утерянная раса. Тут он уже перешёл такой на научный язык прямо. Так. Ладно. Чёрт с тобой. Тут, наверное, акустические свойства хорошие. Вот таких... Вот таких домов. Ну и, кстати, даже переночевать негде тут. Или подожди. Ну нет, там же не было кровати нигде. Никаких проходов никуда. Так. Вот там имперская часть города, да? Ну да, ещё с меня. А, это тут... Рабов содержат? Ну, конечно, блин. Ну, конечно, блин. Ну, конечно, блин. Очень уж надёжные клетки, да? Никто не сможет протиснуться, ну, по-любому. А ты кто? Я поймал всех этих рабов сам. А этот орк был особо труден в поимке. Слушай, я... Тут явно баг какой-то. Тут, видимо, должны рабы сидеть в клетках, которых он поймал, но никого там нет. Удачи. Новый Барт. Ментонейль, это единственный человек в городе, который знает больше, чем три ноты на лютне. Ну, она бесталанна по сравнению с Симондом. Да? Я хочу с Симону. Давайте сделаем ее. Что у тебя есть? Что у тебя есть? Какой день сегодня? Ну, мне, конечно, далеко до Симунда, но быть бардом в этом заведении — это мечта сбывается. Так что я согласна на твое предложение, спасибо, что сказал. Так что... Надо сказать бармену. Хорошо. Ну, сначала пойду к поставщику скумы. Так. Где-то на самом верху, да, живет? Вроде бы здесь. Ну что, мочить надо? Я не знаю. Так, доказательства. Твоё имя? Твоё имя мне назвала Гаделла Садрала. А, я знал, что ей нельзя верить. Хорошо. Пятьсот дрейков, чтобы замять это дело. Идёт? Не с шансов. Всё. О, кстати, лунный сахар, блин. Я мог не покупать ту скуму в форте ветреной бабочки. Вот, у него тоже она была. Может, ещё скума есть, не? Сиротинский бренди возьму. Ну, какие-то запасы провизики никакие у него были, значит. Окей. Так, всё, теперь к бармену. Сообщить ему хорошие новости, да? Что у него новый бард, возможно, будет. И... Только я опять потерялся. Где? Вон, кажется, там. И той же женщине дан миру рассказать, что её дочь отомщена. Будет забавно, если она скажет мне, что ещё вот эту надо убить. Эй. Застрял. Чё? Так. Новый бард. Эээээ, это не эль, это лучшее, на что я могу рассчитывать, говоришь? Хорошо. Эээ, я сразу же поговорю с Симмундом. Спасибо за помощь, Холмс. Вот твоя оплата. О! Денежки! О, акробатика Ну тут не мудрено прокачать с вами акробатику, конечно С вами, Стилвани Тут я смогу пролезть Это было опрометчиво несколько Тут можно и застрять Черт Нет, или смогу выбраться Ой Ну вот это было плохо Не, не, просто уже принципиально интересно Ладно Проще улететь отсюда Тилванская-то вся архитектура А, во, рабы, смотри Все нормально, значит нет никаких багов Вот, Каджит Где-то, наверное, Олаторг Привет Не, освободить я тебя не могу, к сожалению А-а-а-а Больно Еще можешь, кстати, что-нибудь скажешь Ну ладно, сейчас Сдам этот квест Проверю Мухи мертвые валяются Проверить надо будет Они засчитаются выполненными Так, подожди Не с тобой, что ли Мне надо было Анна Вен Селас Мое имя длинное Но оно действительно уникальное Говорит А, вот Помощь, дочери Видом Деррис мертв Что ж, я полагаю Это хорошо И полагаю, что ты сделал Своё Задание Вот твоя награда Безопасных путешествий Спасибо Парочка квестов еще Так, это художник Вообще довольно много квестов скопилось Награда Не трогай мои камни Цветы во тьме Это для Дайдрота вроде, да? Вот этот квест я Поссорился со стражником Когда-нибудь, возможно, я вернусь к нему Свобода другу Вот этот камень душ я тогда продал, да? И выкупал его обратно Увидимся в Обливионе Это, видимо, квесты еще должен буду найти Интервью с вампиром Кильтия магов, кильтия магов Ну да, вроде квесты засчитаны Окей, ладно, друзья Все, давайте на этом закончим На сегодня Я думаю, в следующей серии Еще загляну в этот Как он там называется? Кепхорд, кип И продолжим путь в Акамору Вот, я все еще хочу дойти до нее пешком Просто интересно, как тут Вот это вот Транспортно-дорожная система организована Якобы мне вот туда Хотя, наверное, имеется в виду сюда, да? Это логичнее, что сюда Вообще-то, по идее, вообще в другую сторону надо Вон туда А если туда идти, так это вообще вот Вообще, короче, ну вы поняли Все, в общем, спасибо за внимание И до встречи